МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОЛЬКИ ГРАМАДЯН ПРАЦАУЛАТКАВАНА ЗА КОШТ ЗЯУЛЕННЯ НОВЫХ ВЫТВОРЧАСТЮ И ПРОДПРЫЕМСТВАУ, ТИ ПОСПЕВАЯ ГОРАЗ ЗА ДАВЕДЕННЫМИ ПАКАШЧЫКАМИ. ОТКАЗУ У МАТЕРЯЛИ ГАННЫ КАВАЛЕВАЙ. ПРАЦАУЛАТКАВАТЬ 1265 ЧЛОВЕК. ТАКАЯ ЗАДАЧА НА ГЭТЫ ХОД БЫЛА ПАСТАВЛЮНА ПЕРАД КЕРАЦАНЦЦАМ ГОМЕЛЯ. У КРАСЫВЯКУ ПРАКНОЗНУЮ ЛЕЧБУ ПАВЫСІЛИ ЯЩЕ НА ДЯЯТСОТ. ВЫКОНАТЬ РАСПОРАДЖЕННІ САВЕТА МИНІСТРА У ИГОМЕЛЬСКАГА БЫЛВЫ КАНКАМА ПЛАНАВАЛАСЦЮ У БОЛЬШЕЙ СТУПЕНІ ЗА КОШТ СТВАРЕННІ НОВЫХ ПРЕДПРЫЕМСТВАУ И ВЫТВОРЧАСТЦІЙ. ТАК, ЗА ПЕРШЕЯ ПАВГОДІ 2016-АКА БЫЛО СТВОРАННО ТЫСЯЧУ ЧАТЫРСТА ПРАЦЁНЫХ МЕСЦЦАУ. У ТЫМЛИКО 830 НА ДЕЮЩИХ ПРЕДПРОЕМСТВАХ И 600 НА НОВЫХ. У ВЫНИКУ ПРОГНОЗНЫЙ ПОКАШИК БЫЛ ПЕРОВЫКОНАНЫ БОЛЬШЕ НА 30 ПРОЦЕНТОВ. НА МНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КРУПНЫХ ПРОВОДИТСЯ ОПТИМИЗАЦИИ, ПРОВОДИТСЯ СОКРАЩЕНИИ, НЕ СЕКРЕТ, ПОЭТОМУ ЗАДАЧА ОРГАНОВ ЛАСТИ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОЗДАВАЛИСЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА. НО, ЭТО В БОЛЬШЕНСТВЕ СВОИМ СУБЬЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ С ЧИСТОГО ЛИСТА, КАГОВОРИТСЯ, СОЗДАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ. Ну и, соответственно, те люди, которые будут оптимизированы, скажем, на предприятиях, они могли себе найти новые рабочие места. Як это пытание выращается у кожным за районом областного центра у особности, обмерковали на посяжении Гомельского гарвы Конкама. Свои справоздачи проставили керауники районных администраций. У целым план выконвается. Неодренную лепту, уагульную скорбонку, все лето пронесли замежные проекты. Так, каля 600 працонных местов заявится у Гомеля на новой вытворчасти мэбли, якую рыхтует до открытия польский инвестор. Активная работа ведется и с субъектами индивидуального предпринимательства, что месяц до десяти человек отрымливают подтримку в выгляде субсидой для открытия своего бизнесу. Радует и то, что механизм отрымания грошовой допомоги для будущих предпринимательников стал больше прозристым. Неправомирно скоростаться такой махчимостью складано, и порушальника у закона сяродка этой категоры грамадзян стало меньше. У целом узровень без працов я у Гомеля зараз складаю 1,1%. Практично такие шпакарщик надзираются и по в области у целом. Краху высшая без працовья у инших областных центрах краины. Мы прогнозируем, что она будет стабильна до октябра месяца. Парагноз наш такой. Дальше будем изучать ситуацию и контролировать. Проводится огромная работа с нанимателями, и причем она проводится ежедневно. На посаджении Гарваканкама был приняты широк грошенню. У первую чергу больше активно наладить працу субъектами малого и среднего бизнеса, каб выявить приоритетное для створения новых працовных мест на прамке. Управлению по праце, занятости и социальной обороне Гарваканкама доручено протягнуть консультационную работу с насильництвом. А кроме того, активизовать навучание основам предпринимательской деятельности. А в выниках выполнения этих доручений отказные обовязанные будут доложить уже 20-го жнивня. Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, Телереду, компания «Гомель». У Беларуси означали день работников гандлю. На Гомельщине своим профессийным святом его личат 75 тысяч человек. Минавито стольки же хоров в области зараз працуются в гандле. Вогле гэта сфера в нашем регионе гэта 7 с половой тысяч объектов, площадь около 730 тысяч квадратных метров. Сегодня она уже не разглядается, як просто пляцовка для купли-продажу. Я ее развивают, як целый комплекс привабных для спожилца послуг. У гэтым годзе удалось испынить падение темпа уросту розничного товара обороту усих каналов реализации. Зараз проводится больше активная работа с вытворцами и оптовыми операторами по насыщении рынка за потребованными товарами. Прымаются маркетинговые меры по стимулированию попыту. Сегодня торговля является индикатором настроения потребителей. И от того, какое настроение в торговле, какие профессиональные качества проявляют работники торговли, зависит и настроение наших граждан. Мне бы очень хотелось в связи с профессиональным праздником Днем работников торговли поздравить армию нашу торговую и пожелать профессионального мастерства любить своих покупателей, любить свою работу, создавать настроение себе и людям, уметь предложить услугу и, естественно, здоровья, крепостью духа, хорошего настроения, семейного благополучия. Все лето на Гомельщине споживецкие товарыства плануют нарыхтовать свыше 650 тонн лесных яход. У насельництва уже закуплено коля 415 тонн, что значно больше, чем за аналогичный период минулого года. Як продукция проходит проверку на якость, доведался Дмитрий Котау. Ургию не протягивается активная заготовка даров лесу у насельництва. С этой метой идейнейшая коля 160 приемных пунктов у их лику 25 перасовных. Так само организована работа разъязных сезонных нарыхтовщиков. Все лето их 140. Закупают продукцию и сельские магазины. Продукция, которая закупается в населении, автоматически часть продукции реализуется в собственной торговой сети. Часть, скажем так, если это говорить о чернике, она замораживается для последующей отгрузки на экспорт или другая какая-то продукция. Часть временно хранится на складах предприятий. Головная задача – строго выполнять умовы захования продукции. На складе центрального рынка у Гомеля специальное обсталевание позволяет поддерживать оптимальный температурный режим – плюс 8-10 градусов. Однако перед тем, как продукция поступает от насельництва в гандлевую сетку и сховища, и она проходит строгий контроль на якость. Кожную парту проверяют деталево. Усяго процедура займает до 10 хвилин. После чего дается дозвол на продаж. С превышением ЦЗ-137 у нас попадаются продукты, такие как грибы лесные, ягоды лесные. Мы не выпускаем такую продукцию на рынок. Значит, по заключению измерения и проверки на радионуклиды ЦЗ-137 нитраты и качество выдается талон на право продажи. Цена на продукцию залежит от попыту. Например, черницы могут каштовать от 17 до 21 тысячи недоминованных рублев за килограмм. В каждом торговом предприятии, приемозаготовительном пункте, есть информация о закупочных ценах, о предъявляемой к продукции требованиям. Также мы широко информируем через средства массовой информации, скажем так, о ценах и о местах размещения приемозаготовительных пунктов. Усяго селета плануется нарыхтовать каля 650 тонн дикорослой продукции. Зараз задание выконано больше, чем на полову. Уроджайность шарницы в этом сезоне высокая, заготовлена 420 тонн. Это больше, чем летость на 22%. Дмитрий Котов, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». Завершился 9-й региональный фестиваль гармонистов «Грай-гармоник». Его удельника с 5-ти краин света примал Ельский район. Мероприемство должилось на протягу двух дней. Как это было? Расскажет Олег Сенцерову. Фестиваль «Грай-гармоник» у першиню прошел у Ельск в 2000 году. Тогда он имел статус районного, и удел им приняли только каля 50 человек. Сегодня-то у дневниками фестивалю стали уже больше 300 представников Беларуси, России, Украины, Эстонии и Молдовы. По окойкости краин, до речи, это уже международный фест. И вельми верогодно, что празд два года он официально отримает таки статус. Хоть в каком разе отповедная подготовка работа починается, платив статус регионального «Грай-гармоник», ураживая своим узровнем. Я считаю уровень, наверное, ни в русском, ни в белорусском языке, уж настолько он богат, такого слова даже нет определить. Но, как моя внучка говорит, космос. То есть, высшая похвала. И организаторские все моменты, и гармонисты один лучше другого. Организаторы кажут, что некоторых удельников на фестиваль запрошали специально. Лишь мат, кто дослал заяву самостойно, не отмолять им кнулись никому. У речи, коли есть затекавленность, все организационные и финансовые моменты выращаются без особливых проблем. Есть финансирование, финансирование было заложено в начале года. И плюс спонсоры, партнеры наши, ельские организации, предприятия, частные фирмы. Поэтому мы не испытываем на данный момент какие-то затруднения в финансировании этого фестиваля. Музыканты кажут, что на гармонику можно передать любой настрой, как примусить смеяться, так и плакать. Правда, на фестивале у Ельцку все это все-таки больше веселились. У речи это свято. Музыканты Выстава сельских подворков, ельщина хлебосольная и праца хандиловых кропок. Такие мероприемства у Воголя дают довольно значный шторшок развитию инжекалин. Той же город Майстров, например. Тут можно не только набыть довольно текавые речи, часто выражаемые у одинковых экземпляров, али и просто ознайомиться с оправданной народной белорусской культурой. Уже традиционно в рамках фестиваля «Грай гармоник» проходит выстава декоративных выработок, якая свеча, что наши люди не только талиновитые музыки, али, как кажуть, мастеры на все руки. Тут можно увидеть и такие вот пояс для соправданных господаров и ляльку обярех, выработанную, до речи, по старожитных технологиях. Ельчина сбираясь об ров, гэта соправды об фестивале «Грай гармоник». Чмат, кто за его удельников, добрознаемы по конкурсах, якие проходят на инжек пляцовках. Некто познаемимся тут у першыню, али у любым выпадку такие сустречи, добрая махчимость обинковать некие профессийные пытания и обменяться в опытом. Плюс огучить некоторые планы на ближайшую перспективу. У нечем махчимы навык крыхло амбициозные, али для соправды обонтанных людей ничего не махчимыга нема. Открыть на телеканале «Беларусь-1» или «Беларусь-2» или «3», да давайте начнем с местного передачи, типа вот «Играй гармонь беларусская», «Играй гармонь ельская», «Гомельская», может «Гомельская заваленка», «Мозырская раздолье», что-нибудь такое сделать. Надеюсь, что наши власти идею поддержат. И вот сядем на мотоблок всех гармонистов сюда и с гармошечкой вперед. Олег Синтеров, Сергей Рукашук, телерадиокомпания «Гомель», Ельский район. Нагадаем, что у «Гомели» сегодня спынится оказание послухи проводного радиовещания. С наступного месяца прием отповедных платежов проводится не будет. Отмова от проводного вещания у Беларуси – планомерный процесс. Ранее яну спынила работу у районных центрах и сельской мясцовости. Зараз подышла чарга областных центров. Причиной отключения стало то, что сама технология передачи даденных таким способом состарела и уже не подлегая модернизации. До того же, про великой колькости сучасных махчимостей отримания информации снизилась запотребованность послуги у насельництва. Радиослушатели, для того, чтобы не потерять передачи первого национального канала беларуского радио, они могут использовать передачи, которые транслируются в эфире, используя радиоприемник либо в УКВ-диапазоне, либо в ФМ-диапазоне. Як вядомо, одной из основных функций проводного радио было оповещение людей в выпадку надзвучайной ситуации. Зараз же для худких поведомлений существуют больше сучасные способы. Система оповещения включает все махчимые каналы сувязи. Это и телебачение, и радиовещение, и рассылание СМС. У першиню за 350 годов частица мощи у святого великомученика Пантелеймона покиня место своего постоянного знаходжения – кафедральный собор итальянского города Джерача. По благословении святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, святыни самолетом доставят в Минск, откуда сразу перевезут в Гомельский кафедральный собор. С устрака тяе у городе над Сожам будуть сёння у 22 годины. Унутри каучэга, и кіночас передадуть у Гомель, заховывается костка прадплечча святога, загорнутая у шалковую тканину. По историчных звездках усё свою життё Пантелеймон провёл у старожитным городе некамедии. Лячыл людей, причым рабил гэта бесплатна. За свою веру был замучан и покаран и смертью. Однако навад зараз працягва и вратовывать верніка у адхвароб. Люди по традиции к нему обращаются с тем, чтобы получить какие-то исцеления от своих болезней. Я знаю одного батюшку, лично я сам этих чудес не видел, но я знаю одного батюшка, который прямо рассказывал, когда привозили к нему частичку мощей святителя Пантелеймона. Значит, женщина, пришедшая в болезни, прямо, по-моему, на костылях он даже говорил, что приложившись, у неё произошло именно исцеление в этот момент, и она оставила всё, чем пришла, с костылями, и ушла уже на своих ножках. Прыкластися до святыни у Гомели можно будет с 1 по 12 жнивня, с 7-й годин ранецы до 10 вечера. Для зручности приходжану, гэтый перет на площади Ленина организует часовую автомобильную стоянку. У передапошний день знаходжения мощи у Гомели, у День памяти про подобные манефы Гомельской, у Свято-Петропавловским собора отбудется боская литургия. Её означалец патриарши Акзархусея Беларуси митрополит Павел. Выглядели и ранешний информационный выпуск телерадою компании Гомель. У студии працевала Наталья Игнатенко. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова